Обратите внимание на следующую информацию, друзья! Но вначале давайте прочтем это утверждение из книги «Великая борьба» и посмотрим как исполняется то что здесь написано. Давайте посмотрим и поймем насколько же мы близки к тому что вскоре будет закрыта всякая возможность для проповеди Божьей вести. Но прежде чем это произойдет Божий народ должен быть помазан и приготовлен к этому кризису, получив ранний и поздний дождь в силу Духа Святого. Книга «Великая борьба» страница 445. Когда ведущие церкви Соединенных Штатов, объединенные вокруг тех доктрин, которые все они разделяют, начнут оказывать влияние на государство с целью внедрения своих установлений и поддержки своих организаций, тогда можно будет сказать что в протестантской Америке сформировался образ или подобие римской иерархии неизбежным следствием чего станет применение гражданских мер наказания в отношении инакомыслящих. Какой первый шаг описывается в этой цитате? Ведущие церкви в США должны объединиться. И когда это произойдет, какой же второй шаг? Они будут оказывать влияние на государство. И третий шаг – преследование народа Божьего. Посмотрите, это уже происходит. Это произошло на этой неделе. Информация взята из CBN, христианская новостная интернет-сеть. CBN, в заглавии здесь сказано, мы становимся более сильными, когда объединяемся все вместе. Протестантские лидеры предлагают смелую инициативу для того, чтобы принести что, друзья? Единство в церковь. Посмотрите внимательно, как они объединяются. Мистер Самуил Родригес и мистер Джонни Мор объединяются для того, чтобы сформировать… Сформировать что, друзья? Конгресс христианских лидеров в надежде содействовать единству в теле Христа. Посмотрите, какая же у них цель. Цель нашего конгресса христианских лидеров – одно общее да всем нашим заинтересованным партнерам, частным, деноминационным и государственным. А кто это? Это попросту церковь и государство вместе. А затем применяют бескомпромиссную информационную пропагандистскую деятельность, направленную на Христа в поддержку объединения, роста, укрепления и расширения прав и возможностей всей церкви. Мы можем иметь политические разногласия, но нам необходимо сосредоточиться на том, что он нас объединяет. Посмотрите это внимательно. Кем же является этот Самуил Родригес? В настоящее время он является президентом испаноязычной христианской конференции лидеров. И еще! А кто, как вы думаете, произносил молитву в тот самый момент, когда происходила инаугурация президента Трампа? Именно этот человек! Посмотрите, вот он здесь говорит, доктор Самуил Родригес. Влиятельный ли это человек? Да! И к чему он призывает? К единству всех церквей, для того чтобы они могли влиять на государство, на гражданских лидеров. Церковь и государство, друзья! Оказывает ли он влияние на мистера Трампа? Является ли он советником Трампа? А сейчас посмотрите, кто такой Джонни Мор. Он отмечен здесь стрелкой на этой фотографии. Вот здесь Джонни Мор. Так же, вот он здесь. Посмотрите дальше. Помните, когда Трамп опубликовал его новую инициативу в религиозной области, для того чтобы предоставить кому? Церковным лидерам более сильный голос в правительстве. Кто тогда поддержал эту инициативу Трампа? Джонни Мор. Кем является Джонни Мор? Он тот, который сказал, что мы должны объединиться с римо-католической церковью и с папой Франциском, и строить мосты. Разве не то же самое написано в книге «Великая борьба» на странице 445 это исполнилось. И какой же следующий шаг? Закон о воскресном дне. Это время для нас получить помазание. Мы с вами утром уже говорили об этом бале одежды, который называется Мэтгалла. Я хотел показать вам как католическая церковь, по сути та церковь, которая названа блудницей в пророчествах Библии, она просто выставляет себя на показ. На какой арене? В области искусства и развлечения. И мы с вами уже говорили о том, что это одна из областей, которая представлена в Библии одной из семи гор, на основании пророчеств. Верно? Сейчас я хочу вам представить еще одну точку зрения на эти события. Посмотрите внимательно. Давайте вместе откроем 17-ю главу книги Откровения. Вот мы видим здесь на фотокатолическую церковь, выставляющую себя на показ в области искусства и развлечений. Я сказал своей жене на этой неделе. Дорогая, я верю всем своим сердцем, что этим Бог показывает нам, что время благодати вскоре окончится. Католическая церковь, я уже говорил по этой теме сегодня утром, я не хочу повторяться. Просто сейчас это вторая перспектива или вторая точка зрения на эти же события. Католическая церковь позволяет различным людям, чтобы те рекламировали и выставляли на показ этому миру ее традиции и ее культуру. А по сути, кто здесь выставляет и рекламирует саму себя? Католическая церковь. Во всяком месте, где бы Библия не говорила о суде над католической церковью, вы всегда можете увидеть ее, что она одевается и приукрашивает себя. Рекламирует свою так называемую красоту. Давайте посмотрим вместе 17-ю главу книги Откровения. 17-я глава книги Откровения. Посмотрите первый стих. «И пришел один из семи ангелов, имеющих семь чаш, и, говоря со мною, сказал мне, подойди, я покажу тебе, что, друзья, суд над великою блудницею, сидящую на водах многих.» Итак, что же было показано Иоанну? Суд над этой блудницей. И кто же здесь эта блудница? Это папство. Перейдем ко второму стиху. «С нею блудодействовали цари земные, и вином ее блудодеяние упивались живущие на земле.» Видим ли мы этот духовный смысл на этом показе мод под названием Мэтт Галла в 2018 году. Посмотрим третий стих. «И повел меня в духе в пустыню, и я увидел жену, сидящую на звере багряном, преисполненном именами богохульными, семью головами и десятью рогами.» И четвертый стих. «И жена обличена была в порфиру.» Нет, нет, нет. Давайте прочтем вместе. «И жена обличена была в порфиру и багряницу, украшена золотом, драгоценными камнями и жемчугом, и держала золотую чашу в руке своей, наполненную мерзостями и нечистотой блудодейство ее.» Итак, когда Бог показывал суд, который должен был совершиться над этой блудницей, что в четвертом стихе мы находим? Как она была одета? Она украшена. А что происходило на этом показе моды в Мэтт Галла? Что там происходило? Там была представлена, как католическая церковь украшает себя. Как она одевается, основываясь на ее культуре, литургии и на ее традициях. И пятый стих. Тайна Вавилона здесь представлена. Шестой стих. «Она убивала народ Божий, и они становились мучениками.» И шестой стих. «И видя ее, дивился удивлением великим.» Когда мы смотрим на эту блудницу, что мы не должны с вами делать? Мы не должны уж сильно так удивляться этому. Что делали люди на этой Мэтт Галла? Восхищались ли и удивлялись ли они, видя ее? Помните историю, связанную с Изавелью, когда суд должен был разразиться над Изавелью? Первый свидетель, прежде чем суд был излит над этой блудницей, она принялась украшать себя. Она украсила себя. Нам сейчас необходим второй свидетель. А второй свидетель находится в четвертой книге царств, девятой главе. Там рассказывается о том, как пророк Илья помазал Иеуя для того, чтобы тот не зверг Изавель. И что же делала в тот момент Изавель, когда она осознала, что ее конец близок и неизбежен? Что она тогда начала делать? Она принялась тогда украшать себя. Давайте сейчас откроем четвертую книгу царств, девятую главу. И Библия здесь говорит, устами двух или трех свидетелей подтверждается всякое слово. Так написано. «Совершила ли Иезавель блудодеяние?» Конечно же да. «Состояла ли она в браке с царем земным?» С Ахавом. А что мы можем сказать о Вавилоне в эти последние дни? Вавилон блудодействует ли с царями земными? Что мы собираемся прочесть? Четвертая книга царств, девятая глава. Давайте для начала прочтем двадцать второй стих. Вы уже открыли двадцать второй стих? Нет, давайте возьмем чуть раньше, шестнадцатый стих. Здесь мы видим Иеуя, и навстречу ему был послан человек. Стих семнадцатый, который пришел и спросил Иеуя, «С миром ли?» И Иеуй ему ответил, «Что тебе до мира? Поезжай за мной.» И восемнадцатый стих говорит, что к Иеую был послан еще один всадник, который задал тот же самый вопрос. «С миром ли?» На что Иеуй ответил, «Что тебе до мира? Поезжай за мной.» И вот в девятнадцатом стихе мы читаем, что второй всадник приехала, за ним и третий, «С миром ли?» И теперь прочтем двадцать второй стих, первую часть этого стиха. «И когда увидел Иорам и Иеуя, то сказал, «С миром ли Иеуй?» И сказал он, «Какой мир при любодействии Иезавели, матери твоей, и при многих волхованиях ее?» Итак, какой грех совершала буквально Иезавель? Любодеяние, в первую очередь, и что еще? Волхование. А что делает папство в наше время? Блудодеяние и колдовство. Восемнадцатая глава книги Откровения говорит об этом. Аминь! Посмотрим сейчас стих тридцатый. Четвертая книга царств, стих тридцатый. «И прибыл Иеуй в Израиль, и Иезавель же получил весть, я хочу сказать о том, что Иеуй уже сказал, что нет никакого мира, а какое слово является противоположным по значению слову «мир»? Итак, Иезавель уже поняла, что ее ждет тридцатый стих. «И прибыл Иеуй в Израиль, и Иезавель же получил весть, что сделала? Нарумянила лицо свое, и украсила голову свою, и глядела в окно. Что она пыталась сделать Иеую? Она пыталась соблазнить человека Божьего. Пыталась соблазнить его и ослабить удар. Иными словами, этот показ моды, Мэтт Галла и другие дочерние организации католической церкви делают все возможное, чтобы она выглядела хорошо и была желанной. Разве не эта церковь описана в библейских пророчествах, которая является отступившей блудницей? Посмотрите, кому они позволили облечь себя в одежды католической церкви? Люди, которых многие просто обожают! Рианна, кто еще? Дженнифер Лопес, Кетти Перри, Бейонсе, Том Круз, кто еще? Кобра, кто это Кобра? А, Офра! А кто еще? Том Брэдди, кто еще? Вы видите все эти звезды! Вы понимаете в чем здесь смысл? Они одевают себя сегодня в католическое облачение. Они хотят, чтобы все полюбили католическую церковь. Позвольте мне задать вам вопрос. Есть ли у нас такие атлеты и спортсмены, которые используют спортивные компании? Эти спортсмены помогают спортивным компаниям продавать их продукцию. И потому как все любят, ну скажем, назовите имя какого-нибудь спортсмена, например, Джордан. Некоторые тратят последние копейки, чтобы купить изображение Джортана. И кого еще? Либран Джеймс. И что многие сейчас приобретают из-за Либран Джеймса? Спортивную обувь и так далее. Вы уже поняли, что я хочу сказать, верно? Подобно сему, эти люди одеваются в католическое облачение для того, чтобы мир полюбил и начал обожать католическую церковь. Давайте прочтем это. Послушайте внимательно. Когда вы увидите это, вы поймете, что все именно так и происходит. Стих 32. Нам с вами нельзя сейчас удивляться, когда мы видим католическую церковь или ее союзников и помощников. 32 стих. «И поднял он лицо свое к окну и сказал, кто со мной? Кто?» То, что он сказал, было его ошибкой. Иуй вместо этого должен был сказать, кто с Богом? Кто на Божьей стороне? И по этой причине впоследствии он не устоял. Кто со мной? Кто? И выглянули к нему два-три евнуха. И давайте прочтем вместе 33 стих. И сказал он, выбросьте ее. И выбросили ее, и брызнула кровь ее на стену и на коней, и растоптали ее. Обратите внимание, в какой религии подобно Изавеле существует много евнухов. Те, кто говорят, что нельзя жениться. Священникам запрещено жениться. Это Риммо-католическая церковь, друзья. Аминь. Великая борьба. Именно так можно назвать величайшее противостояние за всю вечность. Это не просто спор между царствами и не философские дебаты, но грандиозное, опасное и судьбоносное противостояние, затрагивающее всю вселенную. Это борьба между добром и злом, между Христом и сатаной. И хотя в результате войны на небесах противник Бога проиграл, мы с вами все еще видим проявление зла. Оно рядом с нами и даже в нас. Поскольку сатана поработил наш мир, так великая борьба была перенесена с небес на землю. Мы рекомендуем вам уникальную книгу, описывающую историю этой борьбы за последние двадцать веков. И если кто-то представляет себе ее как голливудскую сказку, где ангелы и демоны сражаются на огненных мечах, то из этой книги вы узнаете, что зло гораздо искусней, изобретательней и смертоносней. Мы живем в то время, когда величайшая борьба происходит не просто в мире, а в христианских церквях и сердцах людей. Это последний бастион сил тьмы. Из Священного Писания мы точно знаем, что победа Христа уже одержана. Злу нанесена смертельная рана на кресте. Вот почему нет более никакой нужды скрываться и таиться, как будто нас некому защитить от зла, как будто не существует ясной истины и нет полного спасения от греха. Ведь победа одержана, защита гарантирована, истина обозначена и спасение совершено. Узнайте об этом лично из книги «Великая борьба» и получите надежду. Христос грядет! Ссылки на книгу в текстовом и аудио вариантах можно найти в описании к видео, а также в сети интернет. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok